КОНЕЦ АПРЕЛЯ Конец апреля. Весна выдалась ранняя, но дождливая. Стояло пасмурное утро. Серые облака вперемешку с небольшими тучками медленно ползли по небу, они будто прислушивались и высматривали, что там творится внизу. Небольшой провинциальный городок с населением в 300 тысяч человек уютно расположился по обоим берегам полноводной русской реки Волга. Из-за голых веток деревьев кое-где выглядывают золотистые маковки церквей и храмов. За последние 20 лет город значительно расширился. По окраинам оброс пятью новыми микрорайонами и крупными торговыми центрами. Уличное движение очень плотное, обычно своего пика оно достигает в половине девятого утра. В больших лужах переливаются разными цветами маслянистые пятна. Водители нетерпеливо сигналят, думая, что от этого быстрее рассосутся дорожные пробки. Как раз в это время пожилой фольксваген-транспортер темно-зеленого цвета аккуратно вывернул из переулка на главную дорогу и слился с потоком машин. Автомобиль двигался по направлению к центру. Улочки здесь старые, совсем узкие. Машины разъезжаются, едва не задев друг друга боковыми зеркалами. Для неопытных, пугливых водителей это настоящее испытание. Фольксваген шмыгнул в маленький дворик, который находился между двух ничем не приглядных домов. С минуту из машины никто не выходил. Двери автомобиля открылись почти одновременно. С пассажирской стороны вышла молодая симпатичная брюнетка, ее звали Виктория. Светлый приталенный плащ чуть ниже колен подчеркивал стройную фигурку девушки. На ее шее голубой полупрозрачный шарфик, в руках небольшая сумочка. Весенние сапожки на высоком каблуке плотно обтянули ее красивые икры. Вика захлопнула дверь и пригляделась в боковое зеркало машины. Корее глаза девушки красиво поблескивали. Она поправила свои прямые волосы на висках и поглядела на молодого мужчину, который показался со стороны водителя. Его имя Денис. Рост он среднего, телосложением немного полноват. На нем легкая кожаная курточка на распашку, она хорошо сочетается с серым свитером и черными джинсами. В меру упитанные щеки Дениса голубели от тщательного утреннего бритья. Глаза больше вдумчивые, с зеленоватым оттенком. Лоб высокий, над ним редкая челка. Денис любил стричься коротко и никогда больше трех сантиметров волоса не отращивал. Эту привычку он сохранил еще со школы. Вика и Денис находились в приподнятом настроении. Только что они вспоминали смешной случай на их свадьбе, когда одна парочка гостей, немного перебрав спиртного, закружилась в танце и опрокинула чайный столик вместе с огромным тортом. На момент бракосочетания они оба уже переступили порог 30-летия, но вместе жили уже давно. Свадьбу сыграли в августе прошлого года, хотя финансовые возможности молодоженов и позволяли провести торжество с размахом, но они решили этого не делать. Не в их правилах было поражать своих знакомых и друзей показушной свадьбой. Главное, чтобы была любовь и взаимопонимание. Так считали Вика и Денис. Взгляд обоих молодых людей упал на поблегшую вывеску с надписью «Антиквариат». Чуть ниже – «Салон древностей». Само название тоже соответствовало словам на табличке. Дом постройки 1900 года медленно уходил под землю, и никто с этим ничего не мог поделать. На ступеньках крыльца не хватало несколько плиток. На стальной двери обозначались ржавые пятнышки. Тёмный поликарбонат на крыше навеса уже давно требовал замены. Из грязной урны поднималась струйка сизово-табачного дыма. Вика и Денис переглянулись. Девушка снова поправила волосы и попросила мужа. «Денис, я забыла, как зовут продавца?» Старые школьные друзья называли Дениса Ден. Вике не нравилось такое звучание. Она придумала и укоротила имя своего возлюбленного по-своему. Ей казалось, что Диз звучит гораздо лучше, так она его ласково и называла. Денис тоже поиграл с буквами в её имени и стал называть её Вики. Когда-то они посвятили этому занятию почти целый вечер. Придумывали друг другу различные любовные прозвища. Так общаться между собой у них вошло уже в привычку. Вики и Диз нисколько не стеснялись называть так себя и на людях. Некоторые из друзей посмеивались над ними, но в душе завидовали их отношениям. «Радимир Лаврентьевич». Немного покопавшись в памяти, ответил Денис. «Господи, назовут же! Язык можно сломать!» Жаловалась Вика. «Ладно, пойдём, ждёт ведь!» Ответил Денис, нажав на кнопку брелка сигнализации. Машина издала неприятный звук, похожий на писк. Стараясь не ступать в мелкие лужицы, они приблизились к крыльцу. Денис открыл дверь и, как истинный джентльмен, пропустил Вику вперёд. В маленьком коридорчике и встретил пожилой мужчина среднего роста. Он стоял у большого зеркала и поправлял свой бордовый шарфик на шее. Одежда, повадки и осанка мужчины говорили о его благородном происхождении. Это и был Радимир Лаврентьевич, владелец салона древностей. Обычай жать руку при встрече у него не было, впрочем, как и при расставании. «А, молодые люди! Здравствуйте, здравствуйте! Я вас поджидаю! Пожалуйста, проходите!» Протяжно, мырлыкающе приветствовал он гостей. Хорошо вытерев ноги о коврик, Вика и Денис зашли в тесное низкое помещение, на которое им указал хозяин. Супруги уселись на потёртый кожаный диванчик. Здесь они не бывали ни разу, поэтому обстановка им была знакома. В помещении скуповатый жёлтый свет, воздух затхлый. Такие старые здания, подобно губке, впитывают влагу, тем самым приближая свой конец. Кабинет сверху донизу набит различными предметами старины. Тут одновременно нашли приют иконы, картины, посуда, мебель, керосиновые лампы, старые фотоаппараты и велосипеды. В наличии имелись даже старинные гвозди и значки. Особо ценных вещей практически не было. В основном одно хламьё, которое вытесняло современная жизнь. Древности стаскивали сюда со свалок и помоек города. Хозяин выкупал их за бесценок у людей, которых жизнь заставила скитаться по таким местам. Хоть продажа шла не так бойко, как хотелось бы, однако небольшой бизнес оплачивал Радимиру Лаврентьевичу безбедные существования. У него даже были свои постоянные клиенты, например, такие как Вика и Денис. Изредка он подсовывал ту или иную вещицу для реставрации. Этим ремеслом они себя зарабатывали на жизнь. Совсем недавно молодые люди закончили крупный заказ, поступивший им из самой столицы. Два месяца молодожены воскрешали четыре куба старых посеревших досок. Даже пришлось нанимать помощников. В последнее время спрос на такой товар увеличился, его просто так в магазине не найдешь. Никакие морилки и пропитки не смогут передать дереву нужный цвет как время. Все вырученные денежки шли на погашение кредита за дом. События это Вика и Денис праздновали разгульнее, чем свадьбу, но расслабляться долго себе не позволяли. Поэтому и приехали сегодня сюда, чтобы выкупить для работы ветхий резный буфет. Вот, молодые люди. Продолжал говорить в той же мягкой манере владелец салона. Предлагаю вашему вниманию уникальную вещь. Буфет конца девятнадцатого века. Мне его доставили только вчера. И я по старой дружбе позвонил вам первым. Чтобы произвести на покупателей эффект торжественности, Радимир Лаврентьевич заранее перед их приходом накрыл буфет белой скатертью, на которой отчетливо выделялись несколько желтых пятен. Казалось, по тканью спряталось что-то уродливое и несуразное. Хозяин скинул скатерть с некоторой помпезностью, будто ему доверили открытие какого-то памятника культуры, и стал дальше позировать рядом с дряхлым посудником. Радимир Лаврентьевич по привычке старался изо всех сил набить цену этому убитому старью, но сам прекрасно понимал, что задорого буфет не купят. Внешний вид в мебели оставлял желать лучшего. Дерево сильно рассохлось, пленка защитного покрытия вся потрескалась, вздыбилась и напоминала землю в пересохшей луже. Неизвестно, сколько времени изделие провело на свалке. Возможно, посудник выглядел бы немного привлекательнее, если бы хозяин удосужился протереть его влажной тряпкой. Элементы резьбы преимущественно составляли виноградные грозди. Кое-где они находились в ужасном состоянии, а где и вовсе были отломаны. «Как от себя отрываю! Как от себя отрываю!» – приговаривал Радимир Лаврентьевич и артистично закатывал глаза. Вики и Дис уже привыкли к его выходкам и отлично научились сбивать цену. Всего лишь стоило отказаться от покупки и сделать вид, что собрались уходить. Так они поступили и в этот раз. Сначала от себя вслед они услышали горькие сожаления, хозяин сетовал, что придется искать других покупателей, и прочее, и прочее. Обычно, когда Вики и Дис доходили до входной двери, слышали сзади… «Ну, хорошо, хорошо, молодые люди! Я пойду вам навстречу. Только ради нашей крепкой дружбы я уступлю вам. Хотя за эту вещицу я мог бы выручить намного больше. Назовите вашу цену!» Денис умело и очень аккуратно подпятил машину с задом к крыльцу. Молодожены уже привыкли, что на помощь Радимира Лаврентьевича при погрузке рассчитывать было бесполезно. Наверное, благородная кровь бывшего аристократа не позволяла заниматься черной работой. Вика и Денис несли тяжелый буфет по узкому коридору. Владелец салона, согнув руки на груди, давал им ценные указания. Его нисколько не смущало, что Вика вся покраснела и надрывалась из последних сил. По своей природе, Радимир Лаврентьевич довольно часто употреблял слова уменьшительно-ласкательного характера. «Так-так, голубчики, осторожненько! Козяк не заденьте! Левее, левее, бочком, бочком! Осторожненько! Вот так, родненькие, вот так!» В такие моменты он волнительно теребил пальцы и изображал искренние переживания за предмет старины. Денис, сдерживая смех, крепил буфет веревками к борту. Предметом его веселья была Вика. Она стояла позади Радимира Лаврентьевича и пародировала его повадки. На прощание Денис хотел пожать руку старому аристократу, но вспомнил, что голубая кровь не любит этих ритуалов. Молодые люди ради приличия помахали ему из кабины. К горлу у них уже подкатил взрыв смеха. Вольцваген оставил во дворике облачко выхлопных газов и вывернул на оживленную улицу. Радимир Лаврентьевич поморщил нос, посмотрел вслед машине и вернулся в свой салон. Автомобиль не спеша двигался на восток в сторону пригорода. Вика и Денис не сдерживали эмоций. На светофорах на них поглядывали другие водители и пассажиры. Некоторые прохожие также поворачивали головы в их сторону. Всем было интересно, отчего той парочке в Вольцвагене так весело. «Я думал, все, сейчас не выдержу и захохочу». Вика ничего не могла ответить, она захлебывалась в слезах безудержного смеха. Выходка Вики забавляла все сильнее и сильнее. Стоило немного успокоиться, как накатывал новый приступ хохота. Вдоволь насмеявшись, Вика собралась со словами и сказала. «Ой, не могу больше! Есть же такие чудные люди! У меня вот вся туша текла! Больше не буду краситься, когда к нему поедем!» Девушка достала из сумочки влажные салфетки и стала протирать глаза. Улица, на которой находился красочный каркасный домик влюбленных, носила говорящие название Садовое. Местечко тихое, спокойное. Лишь изредка здесь слух мог потревожить рюв мотоцикла или квадроцикла. Дома по соседству в основном преклонного возраста. Особнячок молодоженов выделялся из этой серости своей новизной, оригинальностью и яркостью. Недаром говорят, дом – это отражение души хозяев. Внутренние помещения разделены на жилую часть и мастерскую, где Вики и Диза занимались своей любимой творческой работой. Большую часть времени они проводили за реставрацией какой-нибудь старинной диковинки из дерева. Это была их профессия и призвание. Широкие ворота в мастерскую позволили свободно занести буфет в помещение. Вика тут же стала устранять грязные пятнышки со своего плаща. «Опять переляпалась, как свинюшка! Стирать придется!» Денис взял лампу-переноску и стал внимательно разглядывать буфет. Он с мальчишеским интересом осторожно открывал дверцы и ящички. Погруженный в свои мысли, Денис не расслышал Вику. «Да...» Протяжно оценил он фронт работ. Супруга, затирая грязь салфетками, словно угадала, что он хотел сказать. «По-моему, такой рухляди нам еще не приходилось восстанавливать!» «Да, согласен. Я насчитал три обломыша, а здесь вообще целой грозди не хватает. И несколько листов. Опять придется матрицы из силикона делать!» Сказал Дис и снова заглянул внутрь буфета. «А древесная мука еще осталась для пасты?» Не отрываясь от плаща, спросила Вика. «Вроде бы что-то было...» Припоминая, тихо ответил Дис. И тут же, будто вспомнив что-то очень важное, метнулся к полке с книгами и справочниками. «Ты чего? Напугал меня?» Супруг пропустил замечание жены мимо ушей. На его лице появилась сосредоточенность и серьезность, которую немного недолюбливала Вика. «Кажется, где-то здесь. А нет, или в этой?» Размышлял он слух, перекладывая и перелистывая толстые справочники. «Чего ты ищешь?» Слегка повысила она голос. Денис потряс указательным пальцем левой руки в воздухе и ответил. «Сейчас, сейчас, надо кое-что проверить. Ага, вроде здесь». Он стал быстро листать страницы потрепанного справочника. Вика настороженно на него поглядывала и начала немного догадываться о причинах такого странного внезапного поведения. «Есть! Нашел!» Наконец крикнул он. Дис подхватил жену и закружил по мастерской, громко напевая мелодию знаменитого вальца. «Отпусти, дурак!» Извивалась Вика в его объятиях. Затем он поставил ее на пол перед буфетом. «Ты даже не представляешь, что это перед тобой!» Все дальше вгонял он жену в восторженное замешательство. Схватив лампу-переноску, Дис попросил супругу присесть на корточки. На внутренней верхней стенке в свете лампы показался выжженный авторский знак, чем-то напоминающий человеческий глаз. Внутри и вокруг него были иностранные буквы, исполненные замысловатым шрифтом. Губы Виктории шевельнулись и издали тихий, неуверенный звук, похожий на гампс. «Не может быть! Не может быть!» Много раз повторялось в ее голове, и она сама не заметила, как сказала вслух. «Не может быть! Это же работа самого гампса!» Радостно подметил ее мысли муж. Глаза обоих округлились и засверкали. Они запрыгали и забили в ладоши, предвкушая свое ближайшее будущее. Воображение двух молодых людей стало работать синхронно. Оно рисовало светлые, красочные картины. Влюбленные физически ощутили скорую славу и известность. Супруги взялись за руки и стали в припрыжку водить хоровод вокруг буфета, напевая все ту же мелодию вальса. Вики и Дис незамедлительно вызвали за свой счет специалиста-оценщика из Петербурга и сообщили о своей находке куда следует. Эксперт приехал довольно быстро, человек оказался порядочный и уважаемый. Озвученная им цена впечатлила молодых супругов, но ее можно было увеличить в несколько раз после качественной реставрации. Опытный антиквар посоветовал им дождаться крупного антикварного аукциона, который должен был состояться в конце следующего года. А пока можно было заниматься восстановлением. Вещь, оказавшаяся в доме Вики и Диса, требовала особого подхода. Если бы они не знали, что это работа краснодеревщика с мировым именем, то дело у них шло бы куда быстрее. Прикасаясь к дереву, руки начинали дрожать и не слушаться. Ладони начинали потеть, а пальцы судорожно трястись. Буфет очень бережно разобрали на детали и приступили к их возрождению. Казалось, за неделю напряженного труда работа не сдвинулась с места. За это время звонки следовали один за другим. Их посетило два перекупщика культурных ценностей. Они предлагали хорошие деньги, но супруги отказались по двум причинам. Во-первых, молодожены прекрасно знали настоящую цену этого буфета. Во-вторых, именно они хотели быть первооткрывателями исторической находки. Это бы означало прославить свои имена в культурном и историческом обществе. А если еще призойти себя и вернуть изделию первозданный вид, то будущее точно им лубнется. Посещал их и Радимир Лаврентьевич. Он сокрушался и сожалел, что упустил такую возможность. Всячески намекал молодым людям, чтобы они его не забывали. Ведь именно он продал им эту ценную старинную вещь. Чтобы соблюсти полную осторожности и внимания, Вика и Денис даже не включали музыку при работе. Неизлишней предосторожностью была установка особого режима температуры и влажности в помещении. Работа увлекала, время летело незаметно. Деталь за деталью, элемент за элементом. Буфет потихоньку приобретал первоначальный вид. Сюрпризы на этом не закончились. День 20 июня запомнился необычным происшествием. Денис заканчивал последний ящик, Вика взялась за правую дверцу. Они сидели за разными верстаками и изредка перекидывались парой слов. Вдруг до ушей Дениса донесся глухой щелчок. Его мгновенно бросило в жар. Он подумал, что Вика повредила бесценные произведения искусства. Волнение его усилилось вдвойне, когда он услышал за собой испуганное «Ой!» «Дис, я нечаянно, я не хотела!» Стала извиняться супруга, хотя своим мастерством она нисколько мужа не уступала. Денис, стараясь сохранять спокойствие, снял окуляр и подошел к ней и спросил. «Ну, чего у тебя случилось?» «Да вот, я только посильнее нажала, а задняя боковая планка как отскочит!» «Ерунда, поправимо!» Успокоил жену супруг и улыбнулся. Та спокойно выдохнула. Денис аккуратно взял планку двумя пальцами и стал примерять ее на место. Сбоку дверцы образовался широкий зазор. Дверца оказалась полая, она о чем-то напоминала узкий почтовый ящик. Любопытство потянуло заглянуть в темноту зазора. В свете настольной лампы там мелькнул какой-то предмет. Денис наклонил дверцу и оттуда на стол выпала небольшая книжечка, плотно перемотанная плетеной веревкой. Веревку с обеих сторон скрепляли две большие печати из сургуча. Глаза молодожена вспыхнули и увлажнились. Вика немного подалась назад на стуле. К ее щекам прихлынула кровь и она покраснела, будто попала в неловкое положение. Денис так и продолжил стоять с дверцей в руках. Взгляд его спешно гулял от дверцы к книге и обратно. На лицах молодых людей застыл вопрос – что это? От неожиданной находки веяло старинной таинственностью и неизвестностью. Пару минут слова не шли с языка, каждый мысленно ощупывал загадочный предмет. Затем невыносимое любопытство защекотало грудь, и молодожены стали по очереди крутить книгу у себя в руках. Они подолгу с интересом разглядывали причудливые слова, застывшие на сургуче. Затейливые значки, завитушки и точки на лицевой стороне наводили на мысль, что буквы имеют сходство с индийским алфавитом. На обратной стороне выдавлен цветок. Его лепестки похожи на знаки бесконечности. Из-под многочисленных витков веревки проступала обложка темного цвета. Предположительно, она была сделана из кожи какого-то земноводного существа. «Давай скорее откроем!» Сгорала от нетерпения Вика. «Давай!» Согласился Денис. Он поднес острый резок к месту, где было удобнее всего перерезать веревку, и остановился. «Неспросты она тут. Надо хотя бы прочитать слова на печати, а мы сразу резать. Может, не будем торопиться, а?» Жена спорить не стала. Она обиженно надула губы и тихо приняла предложение мужа. Несколько дней ушло лишь на то, чтобы выяснить, на каком языке составлен текст. Сделать это было очень непросто. Вика и Денис боялись себя рассекретить, так как думали, что обнаружили бесценный древний документ. Они не хотели привлекать к своей находке внимание, рассчитывали справиться самостоятельно. Найти информацию о цветке не составило труда. Символ популярен и в наши дни. Он означает переплетение времен и пространств. С буквами дело обстояло сложнее. Слова на печати написаны на раннем ведейском языке. Большой удачей считалось расшифровать два слова за день, да и то отсутствовала уверенность в правильности действий. Разбирались практически наугад. Почти две недели они корпели над загадкой печати и томились интересом. Постепенно выходил нескладный стих. Когда распутались с последним словом, еще предстояло выбрать нужную последовательность и расстановку. Поиграв с надписью, у них получилось следующее. Смелее печать мою разломи, тогда увидишь, что хранится внутри. Желания твои плоть обретут, когда кровью своей напишешь их тут. Плотнее руками страницы сожми и с надеждой ее жди. Мозг позабавит изделие мое. Скорее, пиши желание свое. Использовать можно всего один раз. Только тогда исполню заказ. Взамен и я у тебя попрошу. Немного реальность твою и скажу. Денис вдумчиво перечитал запись несколько раз, усмехнулся и сказал. Похоже на инструкцию к детской головоломке. «Последние слова как-то настораживают. Ты не находишь? У меня от них мурашки бегут». Поделилась своими мыслями Вика. «Ладно, давай уже взламывать. Наверняка какая-нибудь детская забава в древности». Предложил Денис. Следуя правилам, виток за витком они стали освобождать веревку из сургуча. Денис осторожно постукивал по печати маленьким молоточком. Вика, придерживая книгу, аккуратно вытаскивала шнурок. Его кончик терялся внутри переплета. После часа кропотливой работы корочки издали сухой хруст, и молодожены с замиранием сердца открыли книгу. Их тут же постигло небольшое разочарование. Вместо современных тайн человечества, которые они там ожидали увидеть и прочитать, взору предстали пустые, грубые страницы из неизвестного материала. Листики больше напоминали сильно накрахмаленную серую ткань, чем бумагу. Вика потянула за веревку и вытянула из переплета запрятанную там тонкую ровную палочку. На ее конце поблескивал острый металлический наконечник. «Что за ерунда?» Негодовал Денис, перекладывая туда-сюда толстые страницы. Вика оценила остроту маленького копья нажимом пальца. «Похоже на записную книжку!» Предложила она. «Только время зря потратили!» Продолжил ругаться Денис. Выходя из рассеянной задумчивости, его глаза повернулись в сторону жены, и он тут же встрепенулся. «Что ты делаешь?» Громко, серьезно спросил он. Супруга явно не ожидала такого резкого тона. Она вздрогнула и кольнула себе указательный палец. На ранке мгновенно выступила капелька кровья. «Господи, этого еще не хватало! Ты вообще соображаешь, что делаешь? Неизвестно, какая зараза тут может быть!» Отчитывал Денис жену за необдуманный поступок. «Подними руку вверх, я за пластырем и зеленкой сбегаю!» Пока муж гремел на кухне в торопливых поисках аптечки, Вика боролась с желанием макнуть наконечник в порез. Денис застыл, как вкопанный в дверном проеме, когда увидел, чем занята его жена. «Ну, ты нормальная!» Негодующий и взволнованно он задал вопрос Вике. По красивому лицу супруги расползлась виноватая улыбка. Она выражала просьбу не судить ее строго. «Денис, ну прости, не переживай, мне очень хотелось поиграть с этой штукой!» «От природы, что ли, ты такая наивная и любопытная!» «Досталось горе на мою голову!» Продолжал отчитывать заботливый муж супругу. «Давай сюда свой палец!» «Подожди секундочку, дай уж закончу!» Вика выдавила еще капельку крови и дотронулась до нее блестящим жалом. Потом она бережно поднесла его к странице, где уже виднелась часть ее надписи. Крупными буквами выделено «Хочу много де!» Острие раздражающе шаркнуло несколько раз по сухому листку, к последнему слогу добавило снег. Все буквы стали расползаться и сливаться в одно пятно. Только Денис успел прочитать «Хочу много денег», как листок полностью впитал в себя кровь. «Смотри, смотри!» Восхищенно удивилась Вика. В глазах Дениса тоже заиграл свет. Разум заволокло чувство сказочности. На лицах нарисовалось детское изумление. «Чудеса!» ухмыльнулся Денис. «Что там еще говорилось? Не помню точно!» Денис помнил слова печати наизусть. Не отрывая глаз от исчезающей записи, он в полголоса произнес «Плотни руками страницы сожми и с надеждой ужди!» Вика захлопнула книгу, взяла ее в руки, зажала между ладоней жесткие корочки и силой на них надавила. Путаница мыслей, связанная с сегодняшним происшествием, не исчезала до самой ночи. «Что это за странная штукенция?» Засыпая, думали молодожены и строили различные догадки. Рано утром жители улицы Садовая с интересом разглядывали длинный черный лимузин, который тихо пробирался к красочному домику. Гостей такого ранга здесь никто не видел. Губернатор и тот передвигался на транспорте куда более скромном. Автомобиль был наполирован до зеркального блеска, номера заграничные. Местные забулдыги, открыв рты, наблюдали, как машина остановилась напротив дома Дениса и Виктории. В это самое время молодожены за завтраком с задором поглядывали на свою недавнюю находку. Они, шутя, строили свои планы на будущее. Денис еще из постели стал приказывать вымышленным служанкам принести им в кровать шампанское и омаров. Вика подыгрывала, они старались сохранять серьезность и деловой тон. Вживались в роль Рокфеллеров. Их игра затянулась до завтрака. Звонок в дверь слегка развеял их веселость. Денис открыл дверь и немного отшатнулся назад. На крыльце стоял пожилой мужчина чуть ниже среднего роста. Аккуратная оборотка с проблесками седины уперлась в плотно застегнутый воротник белой рубашки. В глаза Денису бросилась необычность его одежды. Ткань явно очень дорогая, в ней преобладали строгие темные цвета. Костюм чем-то напоминал прохладный военный мундир, но погон не было. Холодные страшные глаза неожиданного гостя впились в хозяина дома. Между ровных усов и бородой сверкнули золотые зубы незнакомца. Немного коверкая русские слова он произнес с немецким акцентом. Здравствуйте! Извините, что вынужден тревожить вас в столь ранний час. Я приехал по очень важному делу. Хочу убедиться, здесь ли живут те счастливцы, которые нашли творение Гампса. Сглотнув слюну в пересохшее горло, Денис ответил «да». Но внутренний голос отчего-то советовал сказать «нет». Вика на кухне расслышала странный акцент визитера и выглянула в окно. Увидев на улице сверкающий лимузин, она поняла «приехали серьезные люди!» Бардак в доме не располагал к приему гостей. Почувствовав, что разговор на крыльце не закончится, Вика незамедлительно принялась наводить порядок в ускоренном темпе. Незнакомец представился «Меня зовут Адам Лорре. Не буду блуждать вокруг да около, скажу прямо. Я большой поклонник Гампса. Более того, возможно, в том самом буфете мой отец когда-то прятался маленький. Мебель принадлежала моей бабушке, поэтому он мне так дорог. После войны буфет каким-то образом перекочевал из Германии в Россию и здесь затерялся». Человек говорил без всяких эмоций, словно читал заученный текст. Денис на каждое его предложение понимающий кивал головой, предугадывая, куда он клонит. «Я очень надеюсь, вы сможете продать мне изделие великого мастера. Не зря же я проделал такой длинный утомительный путь из Германии. Назовите свою цену, она для меня не имеет значения». Всем своим видом, поведением и речью немец давил на собеседника. Он обладал некой психологической силой, загонявшей людей в тупик. Дис рядом с ним чувствовал себя зажатым. От растерянности Денис даже забыл представиться, хотя делать это было совсем не обязательно. Гость уже прекрасно знал их имена. От немца веяло таинственным величием, он смотрел прямо в душу. Денис рядом с ним ощущал «Ну так что, друг мой, вы мне скажете?» Продолжал добиваться своего гость. «Вы знаете, это так неожиданно, такие дела быстро не решаются, тем более на пороге», усмехнулся Денис. «Проходите пожалуйста в гостиную и позвольте нам привести себя в порядок». «Хорошо, мы сделаем еще лучше, я не буду вас стеснять, зайду через час». «Ладно, договорились». Молодожены в безмолвном ступоре наблюдали из-за занавеса, как неуклюже разворачивается лимузин. Час превратился в настоящую пытку, в напряженном ожидании они думали «Как быть?» «В конце концов, мы ничего не теряем, он же твердо сказал, цена для него не имеет значения», подытожил Денис. Покупатель отказался от предложенного чая и попросил немедленно показать ему буфет, его проводили в мастерскую. Посудник все еще находился в разобранном виде. Гость по каким-то признакам определил, что искал именно этот буфет. Немец стал нежно трогать деревяшки, закатывая глаза и что-то шептать на своем языке. Особое внимание он уделил дверцам, которые Вика и Денис успели полностью закончить. «Хорошая работа!» хвалил он молодоженов. С его лица исчезла прежняя хмурость, он то и дело обнажал в улыбке свои золотые зубы и потирал ладони. Налет тайных мыслей гостя все равно не позволял разгадать его истинную сущность. Денис теребил в руках свидетельство эксперта. Немец даже не взглянул на бумагу. Он сложил и упрятал ее во внутренний карман. «Самый лучший документ это память!» Сказал гость и прикоснулся к своему правому виску, будто отдавал честь. Покупатель оказался очень щедрым, Вика и Денис на удачу слегка завысили цену. Немец расплатился с ними без всякого торга. На верстаке выросла небольшая горка из новеньких пачек европейской валюты. Пока гость выкладывал деньги из толстого кейса, два амбала из лимузина грузили буфет по частям. Происходящее далее Денис и Вика помнят смутно. Хмель от неожиданной радости затмил рассудок. Немец напоследок посоветовал им мудро распорядиться деньгами. Как во сне Денис прикрыл за ними ворота мастерской. Действовать спокойно и разумно уже не получалось. Правильнее всего было бы сложить деньги в пакет или сумку и за один раз перенести будто дрова. Пришлось сделать несколько ходок. Одурением от счастья наполнились все комнаты. Наверное так всегда случается с неподготовленными людьми, когда большие деньги лавиной вторгаются в их жизнь. Безумие от радости подпитывал крепкий алкоголь. Ради такого случая они открыли бутылочку коньяка, которую хранили со свадьбы. Денис и Вика купались в купюрах, делали из них веера и фонтаны. После рассудительность. Влюбленные стали размышлять, отвезти деньги в банк или вложиться в какое-нибудь прибыльное дело. Внезапно у Виктории оформилась и выплыла мысль, про которую они совсем забыли. Дис, это же книга, это все книга, неужели ты не понимаешь? В отличие от жены, Денис был несуеверным, но сейчас в его голове царствовала вера в настоящее чудо. Как иначе объяснить сегодняшнее событие, он не знал. Значит, она может исполнить и твое желание. Прижимая книгу к груди, радовалась Вика. Если и так, тогда я предлагаю оставить его на будущее. Жизнь длинная, а книгу надо надежно спрятать. Верный совет. Прыгала Вика. В доме не нашлось более укромного местечка для книги, чем антресоли в мастерской. Туда точно не сунется посторонний человек. Молодожены единодушно решили, что ей там самое место. Утомленные своим внезапным счастьем и предстоящими заботами с богатством, они легли спать позже обычного, еще долго в кровати размышляли, как такое возможно. Денис проснулся от резкой сильной боли в груди. В темноте комнаты кто-то находился. Он поспешил встать с постели, но мощный удар в челюсть сорвал его с пола. Денис стукнулся о стену и провалился в беспамятство. Когда очнулся, электрический свет резанул по глазам. Над ним склонился мордоворот и свиты утреннего гостя. Он надавил каблуком на горло Дениса. Варварские голоса общались между собой. Они бесцеремонно громко переговаривались. Неподдельным ужасом заволокло все сознание. Безысходность и бессилие застали врасплох молодую пару. В мозгу Дениса мелькнула страшная догадка. Они пришли за книгой и не пощадят нас. Вика, где же Вика? Что они с ней сделали? Э, живой гаденыш! Услышал Денис знакомый голос искаженный яростью и злостью. Голос на немецком языке скомандовал мордовороту ослабить нажим и снова перешел на русский. Ты со мной поиграть захотел? Думаешь, мне это рухлядь нужна? Где книга? Я потратил всю жизнь на ее поиски! Денис не мог отдышаться. Он думал только о Вике. Встать! Отвечать! Денис покорно поднялся и увидел полунагнутую растрепанную Вику. Она извивалась и рвалась в лапах другого амбала. Во рту у нее кляп из полотенца, нос и губы разбиты. Сильный удар в живот согнул Дениса пополам, затем последовал удар в лицо. Голова наполнилась туманом, сквозь него Денис услышал. Довольно, хватит с него. Говори, где книга и не вздумай сказать, что не знаешь, о чем речь. Покажешь, убьем быстро, если нет, то не завидую. С большим трудом Денису удалось выговорить. Скажу. Распухшие губы его не слушались, лицо превратилось в кровавое месиво. Теплая яркая кровь из обеих искалеченных ноздрей стекала по подбородку и капала на пол. Она в мастерской, я покажу. Здоровенная клешня амбала вцепилась мертвой хваткой в затылок Дениса и стала его подталкивать. Вбок уперлось что-то холодное и металлическое. Немец стал давать указания другому помощнику, сделать все тихо и все обставить как ограбление. Сердце у Дениса колотилось где-то у самого горла. Жить оставалось меньше минуты. Миновав темный коридор, Денис сделал вид, что ищет на стене выключатель. Воспользовавшись моментом, он изловчился, резко присел, развернулся и ударил противника ногой в пах. Тот потерял равновесие, но не упал. Что-то говорящее впилось в шею и спину Дениса. Он не сразу сообразил, что смертельно ранен. Захлопнув за собой металлическую дверь, он тут же заперся изнутри. Несколько пуль прошили железо. Остаток сил Денис потратил, чтобы достать с антресоли книгу. Воображением он перенесся в тот день, когда они с Викой приезжали в салон древностей. Обмакнув острие палочки в лужицу крови, он что-то спешно написал и закрыл книгу. До последнего вздоха он держал ее у себя в руках. Пожилой Volkswagen транспортер аккуратно припарковался в маленьком дворике между двух ничем не приглядных домов. С минуту никто из машины не выходил. На лобовом стекле отражалась вывеска «Салон древностей». «Дис, у меня какое-то странное чувство, что это уже все было. Кстати, я опять забыла, как зовут владельца». Денис закатил глаза, глубоко вздохнул и ответил «Радимир Лаврентьевич». В дверях показалась пара крепких высоких мужчин в солидных костюмах. Они выносили на улицу дряхлый буфет. За ними шел человек чуть ниже среднего роста с ровной бородкой и усами. На нем костюм из дорогой темной ткани, чем-то напоминающий военный парадный мундир. Он загадочно улыбнулся, сверкнул своими золотыми зубами и поглядел в сторону Фольксвагена. Вика отчего-то вздрогнула и испугалась. Рядом с буфетом раздавал поклоны Радимир Лаврентьевич. Денис и Вика пока его не интересовали, так как он обслуживал покупателей поважнее их. Только когда дворик опустел, владелец салона изволил к ним подойти. Огорчу, огорчу вас молодые люди. Вас опередили товарищи из-за границы. Специально из Германии за буфетом приехали. Представляете, он оказался фамильной ценностью известного семейства. Работа самого Гампса. Слыхали про такого? Бывают же чудеса. А я чуть не продешевил, так что порадовать вас пока нечем. Денис и Вика немного расстроенные вернулись домой, успокаивая себя мыслью «все, что не делается, все к лучшему». Утром следующего дня мир взволновала новость о плохом самочувствии Ангела Меркель. Скорее всего, ее пост займет Адам Лора. По неподтвержденным слухам, он приходится внукам самого Адольфа Гитлера. И «Но это всего лишь происки его политических конкурентов. На самом деле Адам Лора очень умный и опытный человек, отдавший много силы и времени служению своей стране и народу». С улыбкой закончила передачу новостей молодая ведущая. Ну что ж, дорогие друзья, я согласен, все, что не делается, все естественно к лучшему. И честно говоря, с одной стороны, как бы и хотелось, иметь вот такую вот книгу у себя на руках, а с другой слишком большая власть. Как это говорится, большая сила, большая ответственность, или как там? Поправьте меня в комментариях. На этом мы с вами как и всегда не прощаемся, а мы услышимся где правильно в следующей интересной истории.